Здравствуйте, это программа Персона Грата. Сегодня мэрия заявила о старте конкурса перевозчиков. Вот что думают жители города о транспортном обслуживании в Орле. По телефону разговаривают часто, и вот еще деньги берут. Ему надо внимание уделять дороге, а он деньги все собирает. Иногда бывает, идет несколько, сразу можно ехать, хорошая, иногда нет. Какое-то непостоянное расписание, вот так скажем. Спасибо правительству, что разрешили нам на трехзначных ездить по проездному. О проблемах в сфере пассажирских перевозок сегодня мы говорим с первым заместителем главы администрации города Орла Андреем Мусиковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Итак, начался конкурс перевозчиков очередной. Это, собственно, и послужило поводом для этой программы. Вы в администрации города Орла работаете не очень давно. Почувствовали уже, что это для орловчан вопрос очень болезненный? Совершенно верно. Почувствовали? Да. Почувствовал, потому что приходится... Много жалоб? По-всякому. И воочию мы видим, что происходит сегодня в городе с перевозками. И жители жалуются на качество. Ну, я думаю, кому, как не жителям нашего города, сегодня видна эта проблема, которая сегодня возникла в нашем городе Орле. В первую очередь, это с качеством обслуживания наших жителей и с той картиной, которая сегодня происходит в городе Орле. Что вы подразумеваете под качеством, простите? Качество – это та услуга, которую обязаны предоставлять перевозчики нашим жителям. То есть, должен быть автобус или любое иное транспортное средство соответствовать всем нормативам, которые указаны при осуществлении торгов. И люди, если сказать русским языком, должны при том, как они ездят на том или ином виде транспорта, то есть, они должны, в первую очередь, чувствовать заботу от перевозчика, насколько перевозчик относится к тем людям, которые, в первую очередь, несут ему прибыль. Потому что, естественно, каждый перевозчик, он заинтересован в получении прибыли. Сегодня мы видим, в каком состоянии автобусы по нашему городу ездят. То колесо, мы видим, на сайтах отвалилось у автобуса. То аварии, то дырявые автобусы. Губернатор даже говорил, помойте свои машины прямым текстом. Губернатор очень четко и очень жестко обозначил те задачи, с которыми сегодня мы должны справиться. Я думаю, в первую очередь, мы, как администрация. Потому что качество перевозок зачастую связано от контроля, который будет со стороны администрации и всех соответствующих органов, которые обязаны осуществлять контроль за перевозками, будет выполняться. Андрей Иванович, а почему нужно было сейчас ждать очередного конкурса? Почему сейчас-то администрация не контролирует? Я бы не сказал, что администрация не контролирует. Каждые две недели сотрудники областного ГИБДД и наш комитет по транспорту и связям осуществляют проверки на маршрутах. И нерадивых перевозчиков, водителей их наказывают. Составляют административные протоколы на них и привлекают к административной ответственности. Но я считаю, что это мало сегодня действует. Поэтому мы вводим новые формы контроля. А именно сегодня прописаны новые условия в контрактах. То, что должны быть обязательно световые табло и информационные, звуковые оповещатели, которые будут информировать речевой информатор. Это было условием у предыдущего конкурса, то есть кто-то их уже закупил, где-то это работает. Да, на сегодня 30% уже оснащены речевыми информаторами, световыми. В основном световыми табло уже... Световое табло это внутри? Бегущая строка, да, внутри информационная. Также обеспечение автобусов и наружной световой, значит, информацией. Какого рода эта информация будет? Информацией. То есть будет освещение светового маршрута, номер маршрута, тот, по которому будет двигаться данное транспортное средство. На сегодня, значит, количество транспортных средств при изучении, значит, полной транспортной карты города Орла сокращено до 360. Раньше это было 470 единиц. Единиц? Единиц, совершенно, да. На 100 единиц сегодня... Почему это произошло? Сократили? Ну, в связи с тем, что мы видим, что происходит на улицах, маршрутчики зачастую, они друг другу не дают возможности припарковаться. Развернуться и на остановку остановиться даже, да. Совершенно верно. Невозможно порой даже, ну, проехать по улице, не создав каких-то неудобств. Но при этом люди говорят, что транспорта катастрофически не хватает, и мы послушаем этих людей. Мы сегодня специально выходили на улицу, записали, короткие интервью, опросы произвели. Знаете, по какой проблеме транспорта не хватает? Потому что на сегодня в основном перевозчики, и это не секрет, они обслуживают население в часы пик наш город. И когда уже время подходит после 6, к 7 и туда дальше, их просто на улицах нет. Поэтому эту услугу начинают уже оказывать муниципальные предприятия, те, которые добросовестно выполняют эту услугу по сей день. И их немного получается, раз транспорта не хватает? Но одни муниципалы справиться не могут, да? Да, их сегодня всего, значит, у нас 47 единиц автобусов, это в ПТП, вот, и трамвайно-троллейбусные предприятия, то, которые у них, мы понимаем, что у них, да, у них маршруты определены их техническими возможностями. Поэтому в какие-то, там, на 909 квартал или еще там другие, значит, регионы нашего города, новые кварталы, да, мы не можем, как бы, туда обеспечить доступ. Понятно, вы сейчас говорили о том, что транспортное сообщение, вот, в вечерние часы, в нерентабельные часы, которые руководители, бизнесмены, очень четко они определяют, в рентабельные часы или нерентабельные. Вы говорили о том, что в вечернее время, вот, основные проблемы. Но сегодня мы вот зашли на сайт bus57.ru, где полная транспортная карта выложена, и можно следить за перемещением каждой машины, номер автомобиля и так далее. В час дня мы сделали это, я попрошу сейчас вывести нам картинку на экран, это самое, что ни на есть, час пик, час дня, вот, мы нажали на кнопочку, отобразили все маршрутки, и вот теперь по очереди, маршрут первый, четыре машины на весь город, четыре, второй маршрут, далее, на третьем маршруте вообще ни одной машины нет, так случилось. И далее, пожалуйста, совсем немного кажется, что на весь город, с которой протяженность все-таки, ну, значительная, это вот по порядку мы идем, один, два, три, четыре, пять, шесть, вот на седьмом маршруте снова нет машин, и выборочно, там, сорок восемь, несколько автомобилей, двадцатый маршрут, который от одной крайней точки до другой, от Грина до северного района, а что происходит-то, это же час дня. Это я сейчас про это говорю, есть у нас понятие рентабельные маршруты и нерентабельные. Ну, мы вот выборочно, абсолютно, они все нерентабельны, почему днем, час пик, никого нет? Ну, я думаю, этот вопрос нужно задать перевозчикам, и мы его будем задавать, потому что и сегодня мы с руководителем нашего комитета этот вопрос очень остро поставили. Сейчас, значит, на базе нашего Орел-ГТУ был проведен анализ, разработан реестр маршрутов по нашему городу. Мы думаем, что от этой картины мы в ближайшее время уйдем, но я еще раз говорю, это вот то, о чем я говорил сейчас, значит, час пик, как бы начнется более пяти часам, когда люди будут ехать с работы, и мы увидим совершенно другую картину. То есть, выгода есть, значит, будут они ехать сейчас, а сейчас... Все-таки обеденное время, ну, эти часы тоже пользуются, в принципе. Понятно, это вопрос совершенно справедливый, его нужно изучать и, как бы, приводить в правовое поле то, которое будет обеспечивать все интересы и как граждан, и перевозчиков, чтобы мы могли... Что у Госуниверситета, у НПК-то, что они сделали, какое это было исследование? Пассажиропоток? Да, пассажиропоток они изучали, совершенно верно. И мы с учетом этого пассажиропотока, значит, уже условия конкурса прописывали, расставляли маршруты, и мы объединяли лоты, я еще раз вернусь к этой теме, то есть, рентабельные и нерентабельные на перевозчиков, чтобы не было, знаете, получалось, как обычно, рентабельные разбирали одни, нерентабельные, оставались другие. Потом он повозит неделю, или... Да, совершенно верно, он повозит неделю, и потом приходит и говорит, мне это невыгодно, забирайте. И нам потом приходится эту дополнительную социальную нагрузку вешать на наши муниципальные предприятия, вот, и, соответственно, нести издержки из казны. Потому что нам приходится, вот, поверьте, по долгу работы постоянно слышать упреки наших руководителей муниципальных предприятий о том, что по маршрутам троллейбусно-трамвайного предприятия ездят маршрутки и увозят прибыль, поэтому они несут убытки. Значит, на дачные... То есть, дублей не будет таких? Да, да, мы постарались максимально уйти от дублирования маршрутов. Значит, на дачные маршруты также никто не хочет ездить, ездит, естественно, наше муниципальное предприятие. Поэтому мы сегодня рассматриваем, и я думаю, что мы приведем эту, значит, нашу идею с губернатором к логическому завершению, чтобы обеспечить наше муниципальное транспортное предприятие автобусами. Как это будет выглядеть? То ли мы в лизинг возьмем, мы с губернатором разговаривали, это по оплате, то ли это в аренду мы возьмем. Но мы постараемся вопрос вот этот острый, который сегодня стоит по социальным маршрутам, снять. Ведь сегодня, знаете, я изучал по другим нашим регионам вот эту картину. И выяснилось, смотрите, на сегодняшний день, значит, 87% коммерческого транспорта приходится у нас в городе Орле, а 13% естественно только муниципальный транспорт. В Курске, в городе на сегодня, значит, 58,6% это муниципальная доля транспорта, а где-то 63% это в городе Белгороде. Все потому, что у нас не хватает транспорта? Совершенно верно, да. Поэтому они немножко раньше вернулись к этой проблеме. Опять же говорю, сейчас губернатор нам говорит, что нам необходимо поддерживать наши муниципальные предприятия. А куда же деваться частникам? Нет, их никто с рынка не выталкивает. Если процентное соотношение изменится, придется кому-то уйти? Подождите, у нас еще есть пригородная сеть, у нас есть междугородная сеть. Это трехзначные? Совершенно верно, да. Но это уже прерогатива области. Но там, кстати, нет проблем, говорят жители. Нет, поэтому, поверьте, мы будем стараться делать все, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Но для того, это сразу не сделается. Для этого нужен такой прагматический и практический подход, чтобы изучить. Нельзя рубить с плеча, надо постепенно, постепенно. Не так-то с предыдущим конкурсом, потому что вот эта проблема, которую ставили в вину и прежнему мэру, собственно, это была одна из главных причин, почему его увольняли, Виктора Сафьянова, вот некоторое время назад, провели новый конкурс. Фактически, кардинально ничего не изменилось. Там расписания на остановках нет, культура вождения на прежнем уровне не всегда хорошим. Есть, конечно, очень хорошие, очень порядочные водители. Чистоты особенной тоже не очень. По водителям я вернусь, понимаете, это проблема, потому что очень большая проблема, и я понимаю здесь и перевозчиков, потому что я с перевозчиками разговариваю, они мне говорят, Андрей Иванович, вы понимаете, с какой проблемой нам приходится сталкиваться? Это именно найти сегодня хорошего водителя, это величайшая проблема, поэтому они как бы за каждого хорошего водителя, они руками держатся. Почему тяжело водителя это найти? Заработная плата не устраивает? Не могу сказать. Говорят, что хороший доход. Ну, это тоже вопрос как бы спорный и требует изучения, потому что мы понимаем, что сегодня многие водители получают зарплату неофициально, а как это принято говорить, в конвертах. Это в первую очередь, опять же, о чем губератор говорит, это не получение доходов с этого бизнеса, хотя все знают, что это достаточно прибыльный бизнес. Мы не получаем ни доходы, люди не получают социальные гарантии, те, которые должны платить, ну, вы понимаете, ни налогов, ничего и прочее, прочее. Да, если это в идеале привести в правовое поле, то понятно будет и пополнение бюджета, и качественные водители, не те, которые, как мне перевозчики говорят, мы им даем новый автобус, он завтра куда-то ударился на нем, вышел и ушел. И, говорит, его ничего не держит, поэтому сегодня мы пытаемся это привести в правовое поле, то есть, то ли трудовой договор, то ли это будет трудовая книжка, как оформлено это в нормальных всех предприятиях в наших муниципальных. Вот, поэтому вопросов очень много, вернусь к вашему вопросу о том, что, почему не улучшилось качество, я бы не сказал, что оно не улучшилось на тот момент, на тот момент, если мы вернемся, как бы, в то время. Были вообще все немегалы. Да, все-таки проблему какую-то удалось снять, но вот прошло время, понятно, что как бы человек... Да, сначала были чистые, новые автобусы, но потом через какое-то время в старые пазики опять и до сих пор они... Совершенно верно, поэтому сегодня лоты распределились таким образом, вот если раньше было там при рассмотрении заявок участия автобуса, к примеру, от года до трех, или там дальше, ниже от трех до пяти, то есть, с понижающим коэффициентом, то сегодня мы его определили таким образом, мы их разбили на каждый год, то есть, пятнадцатый год, сто баллов, ниже год уже, допустим, четырнадцатого года выпуска, да, там, восемьдесят, или сколько, я не помню, там, занимаются, и с понижающим. И мы сегодня хотим привести к тому показателю, чтобы в нашем городе были новые автобусы. Частота – это вопрос уже второй. На хороших маршрутах, которые самые новые. Да. А те маршруты, которые непопулярные, они опять окажутся... Ну, а что делать? Это рынок. Это рынок, и надо стремиться к лучшему. Мы, как бы, всем открыт рынок, пожалуйста, мы, как бы, неоднократно говорим, вернусь, вот такси у нас есть, туда ездят уже, тоже иногородние есть, выиграли, но они, как бы, вытеснили наших перевозчиков, это просто такие, я говорю, такси обычные, вот, то есть, если у нас будут наши перевозчики создавать качество, качество, чтобы люди ездили на чистом автобусе, не заходили там и одеждой не вытирали пыль с сидений, правильно, а он будет утром помыт, внутри пыль протерта, и жители будут с удовольствием ездить на наших транспортных средствах. А то мы видим же, да, едет сухо, погода, неделю, дождей нету, а он грязный, как будто бы его неделю его не мыли, или там, какой неделю, там, месяц его не мыли. Поэтому я сегодня тоже сказал, сегодня своему руководителю, значит, по транспорту комитета, совершенно верно, сказал, что самым жестким образом, теперь мы будем спрашивать за качество, за вид, потому что мы с губернатором ездили по городу, и он просто показывал, посмотрите, в каком состоянии ездят наши автобусы, у нас не за гораниями 450-летия, приедут люди разного уровня, приедут, и что мы им покажем, качество перевозок. То есть за год проблему удастся решить, вы планируете так? Думаю, да. Давайте послушаем еще мнение людей, что люди говорят по поводу транспортного обслуживания, и главное неудобство, связанное с ним, они тоже нам сегодня назвали. Внимание. Я езжу в район мясокомбината, это там 34-й и 5-й, отвратительно ездят на шуту, стоим по часу, по полтора часа. Мне кажется, они уже привыкли, они в это время могут и курить, и считать мелочи, и разговаривать по телефону, и все у них нормально получается. А вас что устраивает? Да, вполне. Было, что высадил. Вот у меня ветеран великой отец, и его высадил. Бывало, женщина даже ему замечания делала, но он, по-моему, продолжал курить. Да, у них один ответ, типа заберите ваши денежки, выйдите на остановку и шуруйте куда хотите, если вам что-то не нравится. Да, это вот именно то, о чем я недавно говорил, о том, что нету водителей, тех, с которых можно спросить. Соответственно, а почему нет? Потому что нету правовой базы между водителем и перевозчиком, законной. Будет какая-то ответственность еще в нашей стране? Совершенно верно. За что с ней можно будет спросить? Ну, вот я обращаюсь к жителям нашего города, у нас есть и интернет-приемная в администрации, сайт, я поэтому говорю, пожалуйста, пусть они обращаются и говорят, какой маршрут, какое время было, и какой был автобус, и мы будем с этим вопросом очень будем жестко разбираться. Ветеран Великой Отечественной войны сказал о том, что высадили, потому что она была социальным, проездным. Вообще ситуация, которая не поддается объяснению никакому, но вот сейчас для льготников правила меняются, и как будут мотивированы водители и перевозчики бизнес для того, чтобы не делать таких замечаний? Я понял. Значит, это, конечно, это вопиющий факт, из рук он выходящий, тем более в этом году мы отмечали 70-летие Победы, и я думаю, это будет, знаете, на душе и на совести того водителя, который женщину высадил. Но все-таки сейчас невыгодно возить льготников перевозчикам. Перевозчикам, значит, у нас на сегодняшний день до, значит, сегодняшнего дня у нас было 16 социально значимых маршрутов, те, по которым перевозили, значит, льготную категорию граждан, и они пользовались социальным билетом льготным, да, значит, и ту разницу, которая не доставала до полной стоимости билета, мы компенсировали из казны нашей администрации. Это были муниципальные, значит, транспортные средства, и плюс 16 маршрутов были. Значит, вот с этого конкурса уже, который сегодня состоится, вернее, сегодня объявили только мы конкурс, все маршруты, без исключения, по которым будут ездить социальная категория жителей, имея льготный социальный билет, который раньше продавался, если только в администрации, и в наших муниципальных предприятиях, сегодня он уже продается в 31 почтовом отделении, и мы стараемся, чтобы он до 40 отделений мы его распространим, там, где могли его наши жители, как бы, купить. И на всех маршрутах, на всем виде транспорта, значит, люди будут иметь право пользоваться данной категорией на всех, абсолютно, без исключения. То есть, это было тоже еще новое введение при рассмотрении данных. Так, вот этого нового конкурса, да? Да, да. Следующий вопрос, который, ну вот, в наследство он вам достался, это маршрут пресловутый, силикатный мясокомбинат. Ну, очень много жалоб и в предыдущие годы, и вот сейчас. Возможно ли сделать так, чтобы большее количество машин выезжало? Или новый маршрут, что угодно? Вот, ну, полтора часа. Как это можно сейчас на жаре ждать маршрутку на мясокомбинат? Я, значит, обещаю жителям нашего города этот вопрос изучить в кратчайшее время и по возможности все неудобства, которые на сегодня существуют на данном виде маршрута, устранить. Я думаю, что при объявлении следующего конкурса, если он на сегодня, я просто сейчас не готов сказать, включен ли он в лоты данного конкурса или он будет на второй этап. Но в этом списке не только мясокомбинат, там и микрорайон, и ботаник, вообще будет какая-то консультация с жителями? Чего вообще они хотят? Значит, знаете, буквально в среду, в предыдущую, приходила женщина ко мне на прием, и тоже в районе дач, она просила пересмотреть маршрут, потому что по тому маршруту, который был определен условиям конкурса, получалось, ходило два номера маршрутного такси, а по соседней улице не было ничего. И она просто сказала, нам приходится идти потом, значит, сельхозпродуктами два квартала для того, чтобы они могли подойти. Поэтому сегодня этот вопрос уже решается, и он будет решен. Поэтому эти все вопросы, я еще раз говорю, их можно решать и в таком режиме онлайн. Мы сейчас начнем перевозку жителей, если где-то мы увидим, что будут какие-то недоработки, мы их просто будем как бы... Все-таки реально сейчас претендовать на то, чтобы открылись новые маршруты? Как жителям сейчас везти, потому что они уже предусмотрены. Там, где новые микрорайоны открываются, где новые дачные, там есть новых... Машины будут добавлены. Совершенно верно. Еще одна проблема, ну вот каждый второй нам сказал о том, что курят за рулем, и это ни в какие ворота. Что с этим делать? С этим делать, с этим надо бороться. В Роспотребнадзор куда писать? Каждый не пойдет ведь жаловаться? Это могут, я еще раз говорю, это могут они обращаться и к нам в интернет-приемную, я еще раз говорю, по конкретному случаю, что было обслуживание хамское в том или ином аспекте. Поэтому мы будем приглашать собственников, будем приглашать руководителей данного транспортного средства, хозяев, если это будут частные перевозчики, и будем с ними проводить беседу о том, чтобы этот факт не повторялся. Но я еще раз говорю, мы будем проводить проверки с участием телевидения, выезжать на маршруты, смотреть, как ведется обслуживание. В настоящее время мы планируем, и это уже в действии будут все транспортные средства, которые участвуют в перевозках, будут оснащены вот такой транспортной картой. Это опознавательный знак, который свидетельствует, потому что они не пират. Нет, да, 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 она с голограммой, поэтому, чтобы жители могли четко знать, легально ли транспорт их обслуживает, или какой-то просто заехал на день поработать. А откуда сейчас вообще взялись-то пираты? Они не пропадали, они жили здесь. Ну, всегда соблазн – великая штука, поэтому люди всегда были склонны к нелегальному заработку. На то и карась, на то это щука в пруду, чтобы карась не дремал. Для этого мы и будем вести вот эту... Расписание на остановках – это вещь совсем запредельная для нас, невозможная? Нет, почему? Когда? Я думаю, что в ближайшее время это будет, мною будет поручено, значит, привести это в надлежащее состояние. Я благодарю вас за интервью, мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами сегодня в студии, и когда будут первые какие-то результаты, позитивные или нет, мы вас ждем вновь. Я думаю, позитивные будут результаты. Другого у нас нет понимания, только вперед, к победе и все вместе. Спасибо, мне нравится, как вы настроены. Спасибо. Это был первый заместитель главы администрации города Орла Андрей Осиков. Субтитры подогнал «Симон»-симон»! Субтитры подогнал «Симон»